Рассказывается история, как один человек из Америки приехал в Белоруссию. Ему было очень сильно интересно, как выглядит Хофицхайм. Ему он пошел в город Рады, где, как мы знаем, жил Хофицхайм, Алла Ва Шалом. И спрашивает людей, где же живет этот великий праведник Хофицхайм. Идет, и его направили, где он живет и так далее. Он приходит в дом Хофицхайма. Старый дом. Он, во-первых, не ожидал, что так будет. Открывает двери, заходит, стучит внутрь. И говорит Хофицхайм, заходи, заходи. Этот человек заходит, смотрит комната, где же сидит Хофицхайм. Все стенки полны книг. В середине сидит Хофицхайм, изучает Тору. И спрашивает этот турист Хофицхайму. Это вы Хофицхайм? Да. Рабимир Исраэль из Ратина. Да, это я. Спрашивает этот турист. Это вы Хофицхайма, о котором весь мир разговаривает? Который знает и слушает о нем настолько много. Вы живете в этом комнате, в этом квартире? Это ваш дом? Где же ваш шкаф? Где ваш мебель? Где все эти вещи? Я когда приехал, я думал, что увидят сейчас Хофицхайма. И у меня абсолютно было другое представление, как будет выглядеть Хофицхайм. И спрашивает Хофицхайм этому туристу. Скажи мне, мой дорогой еврей, а где твой шкаф? А где твоя мебель? Спрашивает, отвечает этот турист. Скажи, говорит, что Рабимир говорит, я турист. Я же не ношу с собой, говорит, мой мебель, мои стулья, мой дорогой стол и так далее. Я же не беру это все с собой. Я турист, у меня все это есть на месте, у меня на квартире. Отвечает ему, великий праведник Хофицхайм, мы дорогие евреи, я точно так же. Я тоже турист в этом мире. Я турист. Я временно тут. Из-за этого все эти вещи мне в принципе не нужно. Точно так же, как ты турист здесь, сейчас в Радине, я точно так же турист в этом мире. Эта история дает нам очень большой мусараскель, то, что называется, очень большой урок, о котором мы бы хотели сегодня с помощью чуть-чуть разговаривать, что-то раскрыть ему на эту тему. А именно Хофицхайм ответил этому человеку, мы в этом мире, мы непостоянны. Мы туристы. Так если мы туристы, то что мы должны делать в этом мире? Какая задача? В будущее евреям, дорогие друзья, мы понимаем, то, что этот мир, в котором мы живем, это не постоянный. Мы живем 70, 80, 100 лет, 120 лет. После этого человек уходит с этого мира. И это не конец. Не заканчивается наша жизнь на том, что через 120 лет человек уходит с этого мира. Наша душа, то, что мы есть в принципе, он продолжает как бы жить в будущем мире. И у нас в будущем евреям у нас есть обещание, то, что придет приход Машеха, и все ушедшие люди, которые были правильники, они восстанут, и они будут жить, будут в вечной жизни. Не цах, не цахин. И в это время, то, что мы живем здесь, у нас есть испытание соблюдать заповеди. И было дано нам для этого Тора и заповеди. Мы исполняем заповеди, мы получаем заслуги, награду за это. И не дай Бог, если переходим против этого, то же приходит как бы наказание за неплохое, неправильное как бы соблюдение заповедей. Этот мир называют наши мудрецы как коридором для будущего мира. Так как Хофетсхайм ответил этому человеку, я временно, я сейчас нахожусь в коридоре, я не тут, чтобы обращать настолько внимания на то, что столько у меня материальных вещей, то, что нужно все прекрасно туда обустроить и так далее, и так далее. Я тут, для того, чтобы пережить это время, если человек, как бы, турист находится, ему не нужно все эти лакшери, все эти необходимые, как бы, и каких-то экстренных вещей. Он должен просто временно прийти в эту жизнь. Он собирается в этой жизни, проживает, что максимально использует это время. И он переходит как бы для будущего мира. Это тот еврейский, в принципе, образ жизни, еврейский именно подход и мировоззрение, для чего, в принципе, человек живет в этом мире. К этому, мне кажется, мы же дали тут один раз пример такой, то, что рассказывается в наших святых книгах, очень такой, очень интересный пример, то, что был один человек, который, у нас была проблема с парносой, и он подумал, что хорошо, говорит, я пойду сейчас в другом стране, и там смогу зарабатывать пару копеек и так далее, могу привезти к этому парносу, могу как бы жить, как бы в себе, в себе нормально как бы содержать, тут парносу очень сильно тяжело. Уезжает с одного места в другое место и так далее, нигде не находит по своей профессии какую-то работу. До того момента, пока он не поехал в Северный полюс, в Камчатку, где-то далеко-далеко наверху. Он поехал туда. И спрашивает там Чукч и так далее, спрашивает, что это профессия, которая у меня есть, говорит, вам это надо? Говорит, да, действительно, нам нужна твоя профессия, и у нас есть принятие, работа тоже ради тебя. Он обратился, дали ему работу, начал зарабатывать, год, два, три, проходит несколько лет. И этот человек работает. Через пару лет он понял, что все, ему нужно вернуться обратно домой. И он сказал людям, что вот я сейчас уже собираюсь и так далее. И он хочет сейчас что-то дорогое, драгостоящую вещь взять отсюда, в свою страну, чтобы он может там, может быть, намного больше, дороже именно продавать, чтобы за те деньги, которые он сейчас тут заработал. Может быть, он может тут, в Камчатке, наверху, где-то, у Чук что-то купить такой, что тут драгоценный. И в другой стране, может быть, у него дома, может быть, это будет стоить намного дороже. И этим разбогатеет намного больше. Так, спрашивает там, узнает, какие вещи тут дорогие, какую дорогостоящую вещь. Идет, спрашивает, спрашивает. И понял то, что в этом месте самая дорогая вещь – это жир. Это жир. Почему самая дорогостоящая – это жир? Потому что там, в этом месте, в полюсе наверху, очень сильно холодно. Очень холодно. И люди, они мажут себя жиром, чтобы как-то содержать свою теплоту. Теперь, что он делал? Он взял все деньги, которые он заработал за это время. И взял и купил бочками, бочками много-много жиров. Прошел день, тогда должен был бы уехать уже. Приехал его корабль. Он загрузил бочками этот жир. И он думает, что он сейчас купил этот жир, эта дорогостоящая семья вещь там, пойти в своей стране, сможет это нормально продать. Уезжает. Приехал на своей стране, в свою страну. И загружает все эти бочки. Загружает все эти бочки на порту. И начинает этот жир вонять, вонять, вонять. Люди с ума сошли. Что это такое? Настолько именно плохой запах везде. И жара, как бы, в этом месте, где он живет. Жара. И все испортился и так далее. И он все спрашивает, что ты привез? Я говорю, вы не понимаете. Я говорю, это жир, это очень дорогостоящая вещь. Это я продам. Я много богаче стану. Ему говорят, дорогой говорит, ты что? Какой жир? Кому нужен здесь жир? Там, оттуда вот ты приехал, там нужно было этот жир. Потому что там было очень холодно. Но здесь жир, кому нужен твой жир? Смотри, я это, в принципе, испортился тоже. Он, когда это понял, что я наделал, ни деньги не привез, ни этого не привез, что я привез? Привез, ты говоришь, жир. И что это за жир? Жир, это который здесь ничего абсолютно не стоит. Он приходит домой. Приходит домой. Весь без настроения. Говорит своей жене. Жена. Шалом. Соскучился. И так далее. Но извини. Извини, поехал, чтобы заработать деньги. Вот так, так было. Привез жир и ничего. И только бы не вышло. Что я могу делать? Что я могу делать? Прости. И проходит в этом плохое настроение, в слезах. Как бы там, конечно же, весь поломался, весь его год именно работы и так далее, без ничего. Вечером у них сосед. И жена рассказывает мужу о том, что, смотри, говорит, приехал, говорит, хай, сколько лет не был тут, он начал зарабатывать деньги в другой стране, туда-сюда. Вот так произошло, приехал, жир привез, и произошло то, что произошло. И этот человек, который жил сосед его, говорит, что-то, говорит, очень иностранно. Он начинает, говорит, смотреть через окно. Он смотрит через окно и смотрит то, что дети играют за какими-то камушками. Играют за какими-то камушками. Крают камушками. Говорит, это своей жене, этот соседу, что говорит, не может быть. Это все для того, чтобы он покрыл свое богатство. Я уверен, что какой-то он в жизни сумасшедший, что он привез жир оттуда. Он что, не понимает, что здесь никому не нужно. Наверняка, он это для того, чтобы люди, не знаю, Айнара, чтобы не было, чтобы до него не подумали, что он богатый, что этот. Он, наверное, все так обы скрывает-то. Так, что он делал? Смотри, говорит, мне кажется, дети играют за какими-то камушками. Посмотри, настолько они блестят. Эта ночь на свечке даже настолько именно разноцветные именно цвета. Это видно, что у него какие-то драгоценные именно камушки. Наверняка, это его богатство, наверное, это его секрет. Говорит, пойду я ему скажу шалом. Приходит, стучит. Говорит, шалом алейхем, как дела? Мы столько соскучились. Как прекрасно, что ты приехал. Говорит, да, 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 вот это так было. Поехал, поработал, то все. Но, смотри, говорит, то, что произошло, говорит, привез жир оттуда, никому не нужно, говорит, твой жир здесь. Говорит он ему, говорит, хай, говорит, что это такое, что-то дети играются там. Что-то это за вещь, что-то дети играются там. Он говорит, а это что, это какие-то камни я нашел на улице. Я когда покупал эти жиры и ставил это все в корабль, они не помешались. Так что я делал, взял я оттуда, поставил, говорю, от земли пару камушек, поставил, говорю, чтобы крепко стояли бочки жира. Так я взял эти пару камушек, я думал, что дети, они будут играться потом с этим, хотя бы это то, что остался, какие-то камушки от того места, где я работал годами. Говорит, хай, можно посмотреть на эти камушки? Он берет, он смотрит, говорит, в шоке, смотрит, это вообще, говорит, у него начинает блестеть лицо, говорит, хай, говорит, ты знаешь, что это такое? Ты знаешь, что это такое? Он говорит, да нет, эта вещь валяется там наверху, говорит, везде, говорит, это камушки, которые, ничего. Говорит, ты что, говорит, ты знаешь, сколько это стоит? Это десятками тысяч долларов, говорит, стоит, говорит, твоя камушка. Знаешь, говорит, сколько это стоит? Говорит, люди будут бегать за тобой, чтобы покупать такой и другой драгоценный именно камень. Ты же бесценными вещами, говорит, то, что у тебя, говорит, в руках. У тебя не одно, у тебя таких несколько. Он говорит, дурак, я говорю, что я наделал, что я наделал, эти вещи, говорит, валяются везде, я все время взял это для того, чтобы мои жиры, говорит, не упали. А если я бы знал, потому что это такие драгоценные вещи, настолько же я бы намного больше взял бы, чем вместе этих, говорит, бочек, я бы взял, говорит, камушки, я бы взял, говорит, драгоценные камни, бриллианты и зурмуты и так далее. Далее, дают наши мудрецы сравнение это с нашим миром. Человек, который живет в этом мире, мы живем, проживаем, мы собираем разных, мы обращаем разных вещей, человеку нужна парноса, им нужно этот, обращаем на разные вещи, им на внимание. Но так человек пошел, там делал, там делал стаку, там делал доброе дело, там делал какую-то вещь, там делал, тфилина делал, там делал, прошел на молитве и так далее. Он думает, что это такое? Да, делал еще хорошо, доброе дело. Да, приходит через 120 лет, говорит, говорит ему, вот это, говорит, миллиарды стоит, миллиарды стоит твоя каждая митсва. Твоя каждая митсва, говорит, бесценна тут, в Ола Маймед, в мире, который истинно, это то, что ценимо. Каждая митсва, которую ты сделал, это то, что ценимо. Каждая цитака, которую ты сделал, это то, что ценимо. И осознавая этот момент, настолько на нас надлежит быть именно начеку, то что называется, и без мудрости подходить ко всему этому, настолько человек должен бегать за соблюдение заповедей, за митцвот, что это и есть то, что остается с человеком. Так говорится, что каждая вещь, то, что приходит к человеку, друзья, жены и так далее, они приводят до определенного человека. Единственная вещь, то, что идешь к человеку, это его митцвот и митцвот. Заповеди, митцвот и добрые дела, которые человек делал в этом мире. Теперь, давайте совместно раскроем вот эту тему чуть-чуть в глубине, посмотрим в нашем деле главе. И мы найдем очень интересный момент, который с Божьей помощью будет, мне кажется, большой хизук для нас, чтобы посмотреть на, в принципе, всю идею заповедей. Что это такое вообще противозаповедь? Как это вообще работает? Что это такое? В неделе главы Вайтхана, который будем читать с Божьей помощью на этой неделе, рассказывается следующий момент. То, что творец пишет и придет твой сын, будет спрашивать, папа, что это за заповеди, которые творец заповедовал нам? Наш вопрос, что это такое? Что это за митцвот? Может понять человек заповеди, так как, не знаю, мы не пойдем сейчас, как красная корова, любые другие заповеди. Как можно то, что человек, не соблюдая шаббат, такое именно наказание у него. Человек имеет отношение с замужной женой, женщиной, у него такое именно страшное наказание, которые в Торе написаны. За то, что за убийство, такое именно наказание. За такие митцвот, которые, в принципе, нам непонятно, за что, что человек делал такого. Шатнес, лен и шерсть не сделаем вместе. Какие-то хуки, эдует, какие-то там вещи. Мы соблюдаем шаббат, зарази воспоминания, выхода из Египта. Но если человек не делает этого, получает именно такие именно вещи. Песах, корбом Песах, который не привез человек. Так именно страшный, кушает хаммез Песах. Такие страшные именно наказания. И вообще все митцвот, которые есть в Торе. В чем говорит объяснение с папой? Скажи, в чем объяснение этого всего? И Тора дает нам ответ. Ашем, творец этого мира, который дал нам Тору, он сам раскрывает нам смысл всего заповеди. И, в принципе, почему мы, евреи, находимся здесь? В чем цель всего этого? И к чему должен быть наш фокус ежедневно, ежесекундно? И чем при тебе еврей при тебе должен дышать? Говорит нам Творец то, что отвечает вам Сыну следующим образом. Причина всех заповедей заключается в том, то, что мы, еврейский народ, как народ находились в Египте. Мне однократно сказали, что основа нашей веры, она основана там. Мы там видели Творца явным лицом. Мы там видели нашими глазами. Мы видели, что Он есть Творец этого мира. Он раскрыл Себя, Меня, Тебя, всего, абсолютно все то, что есть. Есть один единственный Творец. И этот Творец раскрыл нас и показал то, что Он властвует абсолютно над всеми духовными, материальными силами, ангелами, созвездиями. И все, все, все абсолютно находится в Его руках, потому что Он есть Создатель всего абсолютно в этом мире. Мы видели то, что Творец наказывает злодеев в этом мире и дает заслугу праведников. Мы видели то, что есть надзор Творца в этом мире. Что Творец, у него есть особенный надзор над каждым абсолютно творением в этом мире. Как может быть то, что лев приходит и кусает египтянина, а еврея он не кусает. Надзор? Лев, что-ка, откуда он знает? Творец раскрыл. Я стою за кулисами абсолютно всех этих вещей. Значит, другими словами, мы видели то, что Творец, Он есть тот, кто управляет абсолютно за всеми этими. И Он есть наш Создатель. И тем, что Он нас витышил на самом деле из Египта, нам полагается служить Ему. Сейчас мы, Его рабы, мы, Его слуги, мы, Его дети, Он нас избрал. И Он тот, кто дает нам абсолютно все. И мы, можно сказать, мы подчинены Ему. Мы обязаны Ему. В сегодняшний день это слово очень сильно звучит так, что обязан. Кто-то кому-то что-то обязан. Да? Мы обязаны Творцу. Да? Мы обязаны Творцу за все доброту, которую Он делает нам с того момента, как мы родились, и нашим предкам, и все абсолютно поколения, и тот избранность, который Он нам дал, и весь наш сущность, и реальность зависит от того момента, то, что Творец вытащил нас из Египта. Осознавай этих вещей, то, что Он мой Творец, Он мой Отец, Он мой все то, что Он дал, я обязан Ему. Мы как рабы по отношению хозяина, по отношению Творцу. Мы называем Творца, ты наш король. Мы называем Творца, что ты тоже одновременно наш Отец. Ишь правление такое, исправление такое. Но мы обязаны служить Ему. Понимаем ли мы все абсолютно смысл всех заповедей? Мы не понимаем смысл всех заповедей. Но что? Мы обязаны служить Ему. Мы обязаны служить и все Его заповеди. Все то, что Творец дал нам, они все одна большая доброта для нас. Абсолютно любая вещь, которую дает нам Творец, это абсолютно доброта для нас, чтобы мы жили здесь, в этом мире и в будущем мире, чтобы было хорошо для нас. В этом мире, даже если мы не понимаем, как вещи должны работать, тем, что я сейчас шатнез не буду делать, что я не буду Леон и Шер сделать здесь, мне будет хорошо в этом мире, тем, что я не буду кушать не кошерное, мне будет хорошо здесь. Даже если мы постараемся всякими разными способами, биология, анатомия, физика, здоровье, посмотри именно врачи, что говорят и так далее, эти вещи раскрываются со временем больше и больше, настолько истинно, именно Торы с технологией и со всеми вещами в сегодняшнем день, мы больше и больше эти вещи раскрываем. Но даже без этого мы знаем, что от Творца плохое веще не приходит, и все то, что он дает, это полная абсолютно доброта. И направление, как мы должны вести себе судья, как мы должны вести городские законы, как мы должны вести законы между друзьями, купля, продажа, воровство, доверие, всех этих вещей, эти законы Творец, которые нас направляют. Теперь первый момент, который Творец может говорить нам, заповеди, которые я вам дал, дорогие мои евреи, потому что мы все обязаны к этому, потому что мы были рабами, и мы видели, мы знаем, что мы обязаны к этому всему, со стороны того, что он нас вывел из Египта, со стороны того, что он нас создал, благодарность ему, и мы есть его рабы и так далее, то, что мы уже сказали. Но дополнительно к этому Еще есть второй момент Второй момент говорит нам Тора Говорит нам Тора Говорит нам Ашем Я буду защитывать вам Эти дела, которые вы будете делать Эти заповеди, что вы будете делать Как цдака Как доброе дело Если раб делал желание своего хозяина Он что должен еще какую-то зарплату за это получить Потому что он обязан ему Он обязан ему делать эту вещь Но Творец говорит Мы дорогие евреи Если с вами не так Не только то, что вы обязаны за это вы делаете За то, что мы делаем Заповеди Творец Защитывает нам И дает нам как цдака И дает нам заслугу За наши позитивные дела За наше соблюдение заповеди Дается нам Заслуга еще за это Который как цдака Если человек обязан Приходит человек к врачу Дает ему таблетку Дает ему таблетку Выздоравливая Знай, это для тебя хорошо Он что должен еще деньги за это дать Вот тебе еще заслуга То, что ты сейчас выздоровел Петахшилов Понятно, что нет Так Творец дает нам Для нашей, чтобы было хорошо На вещь, которую мы При тебе тоже обязаны за это И говорит Не только этот Я защитую вам Как цдака Я за это дам вам заслугу А что это за заслуга За каждую вещь, которую мы делаем Заповеди, желания Творца в этом мире Какой заслугой идет речь А какой заслугой идет речь Дорогие друзья Говорим Схар Творец В многих местах Торе Здесь парашат Парашат Китаво Парашат Бехокотай Телеху Абрамовину Эти обещания Про землю Израиля И многочисленные обещания Посмотрим Творец дает нам Определенный Как бы Заслуги За наши Говорит нам Какие заслуги Придут За наши Соблюдения На заповеди Но разве Это есть Все За то, что В митсва Включается Это себе Получается Два вопроса Во-первых Вопрос На эти заповеди Эти заслуги Которые Творец Сказал нам В этом мире То, что мы получим Это есть Заслуга За наши На заповеди Это есть В силе Всего этого И второй вопрос Который мы бы На этом же месте Хотели бы Может быть Чуть-чуть затронуть Это очень тяжелый Как бы вопрос Но С помощью Может быть Когда затронем Почему же Так бывает То, что Есть праведники В этом мире Которые У них Они все делают Желание Творца И Не видят Всех этих Благословлений Как же это работает Как управлять Творец Этими вещами И где В принципе Это заслуга О чем идет Речь О каком Заслуга Идет Речь Дорогие Друзья Логически Со стороны Торы Со стороны Мудрецов Пророков Со всех сторон Мы можем Доказать То, что Этот мир Это не может быть Цель Ради чего Человек был создан В этом мире Ради чего Человек был создан 60, 70, 80 100 лет Человек живел 120 лет Человек должен страдать Большинство его дней Это страдания Это Творец Бесконечной добротой Он создал Так Чтобы человек Страдал Большинство его времени В чем О чем Что мы тут делаем Кроме этого Полно еще Суким в Торе И в Новим И в Пророках То, что Это не может быть Это не цель Нашего мира Это не цель Которой мы находимся Это не цель Чтоб человек остался здесь И кроме этого Заканчивается все После этого Заканчивается все Говорят наши мудрецы Схар Бхай Альма Заслуга За наши Заповеди Которые мы делаем Мой дорогой В этом мире Нету ни одной вещи Которой можно оплатить Этот заповедь Не существует Не существует ни одно Наслаждение Что-то Вилла Рос-Ройс Ничего абсолютно Нету в этом мире Бхай Альма Ничего не существует Который Можно сказать О Вот это заповедь Я сейчас соблюдал Шабад Я сейчас изучал Тору Это есть То, что ты будешь Сейчас хорошо жить Нету Не существует Ты не можешь Потому что Величие Заповеди Он настолько большой Он настолько Великий То, что В этом материальном мире Абсолютно нету Ни одного сосуда Ни одного Межмин Никакого Абсолютно Вечи Который Может Себе Иметь Величие Кого Эта заповедь Заслуга И сила И свет И благословление Которое заключается В одном Именно заповеди А куда же Все эти заповеди Уходят Говорится В наших Святых книгах Дорогие друзья Тот момент Когда еврей Приходит И делает Заповедь С его душой Он связан С духовными Мирами Тот В этот момент Создается Ангел И этот Ангел Ко мне Была Заслуга Ворва Что бы мы Назвали Это идет И хранится Для человека В будущем Мире Мы Сами Создаем Нашу Заслугу Так Как мы Делали Время Когда мы Делали В зависимости Какой Мы Срут Нефеш Какой Отдача От Наши Была Сколько Энергии И Сколько Силы И Что Ковещение Привезли Жертву Чтобы делать Какую-то Заповедь В зависимости От кучи Разных Вечей Которые Только Творец Можно Этого Знать Уходит Этот Великий Заповедь Которую Мы Делали Ангел Эта Сила Эта Заслуга Чтобы Не Была И Ходит Наверху И Ждет Нас Чтобы Мы Через 120 Лет Получали Именно Заслугу За Наши Именно Правильные Действия И После Тхет Там И Когда Будет Воскрешение Мертвых Мы Получаем За Наши Заповеди За Наши Добрые Дела Вечно Стараки Друзья Я Хочу Сейчас Дать Понять Что Так Вообще Митцва И Что Мы Поняли Настолько Это Невозможно Что Мой Человек Получал Именно Это Здесь Именно В этом мире Если Бы Я Тут Отключу Если Бы Мы Сказали То Что Есть Возможно Чтоб Человек Получает Заслуга В этом Мире Да Мы Сказали Что О Я Делал Сейчас Шаббат Или Что То Дай Рос Ройс Дай Именно Яхту Это 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 То Что Я Хочу Получается Мы Берем И Сравним То Что Значит Это Митцва Он Состояние Это Равняется Митцва Равняется Яхта Равняется Миллион Равняется Богатство Равняется Что Другое Но Я Сейчас Хочу Вам Чуть Расскрыть Совместно Дорогие Друзья Что Такое Митцва И Настолько Невозможно Чтоб Человек Получал Говор Нигде Не Рассказывает Как Влетит Будущий Мир Что Такое Будущий Мир И Все Задают Вопросом Как Ж Это За Что Мы Евреи Живем Это За Что Мы Делаем Все Заповеди Да Конечно Мы Делаем Ради Желания Чтобы Делать Желания Творца А Не Для То Чтобы Получать Именно Заслугу Но Это То Что Получают Де Факто Евреи Через 120 Лет То Почему Никто Не Рассказывает Об этом Потому Что То же Самое Возвращаемся Невозможно В нашем Материальном Понятии То Что Мы Видим То Что Мы Знаем Материальными Мозгами Мы Не Можем Понять Что Это Такое Заслуга Будущего Мира Нет Ничего Сравниваем Вещь Которая Может Описать Заслуга Будущего Мира И Давайте Чуть Дотронемся Об этом Ола Ма Па Об этом Одном Заповеди Которые Мы Можем Здесь В этом Мире Делать И Настолько Високо Доходит Эта Вещь Говорится За 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 Что Я Настал За Весь Мой Жизнь Если Я Возьму Мое Наслаждение Не Только Мое Я Возьму Наслаждение Моей Семьи За Весь Их Жизнь За Всех Хороших Лечей Которые У них Было Если Возьму Наслаждение Всего Моего Города Все Наслаждение Если Возьмем Все В одну Чашу В одну Миллисекунду Все Все В одном Если Возьму Наслаждение Всего Мира Этого Поколения И Всех Поколений Вместе Если Возьмем В одну Миллисекунду Говорят Наши Мудрицы Пирки А вот Все Наслаждения Которые Есть В этом Мире Если Ты Ты соберешь в одну кучу, оно не сравнивается с одной ветром, который выходит от будущего мира. Один ветерочек, который может выйти от будущего мира, это еще не сравнивается. Ты не можешь взять все эти наслаждения, все эти мирные вещи, собери все вместе. Это еще даже не заходит одной митцвы, одной заповеди, одной заслуги, которая тебя ждет в будущем мире. Это то, что нас ждет за одну митцву, которая ждет нас, это мы еще не дошли, что внутри. Не сравнивается даже корот руах, даже ветерочек, который выходит от будущего мира. Обесняющие мудрецы, что такое ветерочек, который выходит от будущего мира? Приводится в Равелев Дестлере такое очень красивое объяснение к этому. Это как бедняк, который несколько дней не кушал, не пил. Он настолько голоден, настолько хочет пить, настолько хочет кушать. И проходит возле дома богатого человека. И он смотрит, что, мамаш, накрывается еще стол. Разные виды мяса, разные напитки. И разный именно кухня идет именно запах. И так именно готовится разные салаты, разные вещи. Именно королевским настроем накрывается. И открывается от этого богатого человека, от этого богатого человека, открывается дверь. И выходит запах от этого дворца. Этот бедняк нюхает этот запах. Только вот этот, ах, вау, вау. Об этом то, что говорили наши мудрецы. Он даже не зашел еще внутри, он даже не покушал еще. Вот этот, ах, то, что он мог понюхать. Даже вот этот нюх, дорогие друзья, не сравнивается о всем заслуге, о всех наслаждениях, которые мы можем от начала до Маришиона до конца всех дней собрать все вместе. Это все невозможно именно сравнить именно с этим. Из-за этого наши мудрецы и нигде не пророки, нигде не могут мне в состоянии, что ты можешь дать за это? Из-за этого мы сейчас понимаем, почему в нашем мире нету на самом деле заслуг. Потому что за что заслуг? Это неправильно именно игра. Представляете, человек делал, не знаю, каким-то спортом занимался долгое время, пошел на чемпионат, и он ждет сейчас, он должен сейчас получить там золотую медаль, и он ждет там 10 миллионов за выигрыш и так далее. И делает все, выигрывает, достиг, работает над собой, и все абсолютно сделал, достиг до того момента, что он пошел до финала, и он пошел, он выиграл это все, дает ему золотой медальон, за это все, и приходит ему маленький ребенок, дает ему конфетку. Вот это тебе заслуга. Говорит, это моя заслуга? Это моя конфетка? Ну я говорю, 10 миллионов ты мне сказал? Какая-то это конфетка? Конфетка это моя заслуга? Понимаем то, что это не странно, это что-то, все это странно, все ради этого? Да? Из-за этого мы сейчас понимаем, то, что Творец говорит нам, то, что Я вам буду защитывать за каждого на действия. Из-за этого хатовпа, как говорится в нашем мудреце, хатовпа должен быть, мама же именно, бегать именно, быть захватчиком именно за митцвот. Захвачивать митцвот за митцвот. Митцвот за митцвот. И кроме того, то, что наши заслуги, которые мы делаем, наши добрые дела, дорогие друзья, всех сглот и брахот и благословлений, и сглот, которые заключены в них, уже в этом мире, то, что мы получаем, кроме этого, нас ждет самая основная у нас награда, именно в будущем мире. Как, допустим, говорится, стака-то цель мимавит. Говорят, значит, стака спасает от смерти. Рассказывает история, в Гимаре рассказывает история, кажется, это Гимара была, история про дочки Рабиакивы. Дочки Рабиакивы видели в созвездиях то, что она должна была умереть в день ее свадьбы. Так, Минашамаем такашем делал специально то, что в день ее свадьбы она отдала цитаку бедняку. Цитаку. И что было? После свадьбы она вышла в комнату, она раскрыла свои волосы, у нее была вот эта шпилка, мне кажется, называется, вот эта, она взяла, или была как, как очень, грубо, острый, она взяла и поставила в стенку. И что там было? Она убила змею, который был именно в стенке. Она даже не знала, она просто поставила, хотела внутрь воткнуть, а там была змея, которая должна была ее убить. Что спасла ее? Цитака, которую она делала. Цитака, что она сделала, она спасла ее, а заслуга, которую она получит, еще в будущем мире. Заслуга за цитаку, которую человек делает, еще ждет его не цах, не цахим. И мы хотим понять, сколько именно заслуга идет. Не только для нас, дорогие друзья. Говорится в конце Парашадва и Тханан, я буду оплачивать вам на тысячи поколений. Мы представляем то, что тысячи поколений, какой-то наш пра-пра-пра-пра-пра, дедушка, бабушка, делал какой-то митцву, мы сегодня же можем кушать фрукты от этого. Можем себе представить, что это такое? Три поколения, если человек делал что-то не так. Три поколения, которыми надо делать что-то не так. От страха, если человек делал, от именно большого, от, кто-то раньше говорит, человек, который делал с любовью, именно заповеди, тогда это намного больше, там уже идет, что-то на две тысячи поколений Творец дает именно заслуги именно человеку. Заслуга здесь и в будущем мире, дорогие друзья. А что здесь именно дается нам Творец? Творец тут дает, как написано именно в молитве, которую мы читаем, Мишну, дает нам всего лишь фрукты. Основные фрукты это там, но остатки, маленькие какие-то фрукты мы получаем здесь. Фрукты от этих великих заповедей, которые, как уважение родителей, соблюдение, изучение Торы, Ахнаса Торхин привезти именно в гостика бы пригласить именно людей, Викурхолим бы навестить именно больных именно людей. Все вещи, которые мы читаем, за эти вещи мы получаем здесь, в этом мире, фрукты кушаем всего лишь. Основная заслуга это там. Основная заслуга это не здесь, потому что невозможно ли Шаэр? Невозможно здесь получить это все. Нереально получить здесь все. А что мы здесь получаем? А все эти благословления, которые написаны в Торе, в Порошат Китаво, Порошат Пехокутай, все эти благословления, которые в Торе написаны, что это за благословления тогда? Это за то, что мы будем, если мы сейчас, после того, как мы поняли, мы можем получать здесь что-то за наши заслуги, человек делал одну цитоку и он думает, за это получу мне 10 тысяч долларов, 10 тысяч долларов? зачем мне 10 тысяч, знаешь, какая заслуга идет за это? невозможно, никакими деньгами ты мне не купишь за ту змецию, которую я делал, тфелин я делал ты хочешь мне, что у меня расстройство было, какой расстройство, не сравнится ни с чем, абсолютно за то, что я получу через 120 лет тогда что это за заслуги, которые говорится в Торе? будет у тебя дожди во время но у тебя придут никаких врагов к тебе не придут, говорят наши мудрецы, эти все благословления которые есть в Торе и вещь, которые придут нам это для того, чтобы была возможность чтобы мы могли исполнять заповеди здесь, в этом мире это так, как Магид Медубна дает очень красивое объяснение, как человек который идет на нашем языке он говорил, что в то время человек, который работает таксистом таксистом, он бедняк он должен отвезти с одного города в другом месте человека но договоренность была, что деньги он отдаст в конце, когда они приедут на месте так в дороге он должен зайти заползать бензин поставить в машине заполнять машину ему нужна вода в машине что поставить ему нужна это ему нужна еду чуть-чуть покушать чтобы он мог дальше он не может как бы уже не робот ему часами он должен ехать он говорит ему этому человеку говорит, да я понимаю то, что ты должен меня дать за мой поезд сколько бы в конце но для того чтобы в дорогу я мог вообще пойти чтобы еда была что-то чтобы я мотор вообще физический чтобы я работал мне нужно что-то что-то дал дал меня но это никак не сравнивает никак не не берется от денег которые нуждаются у меня в конце эти вещи мне нужны для того чтобы я мог просто пойти дальше то же самое как если сравнить человек который работает на фирме он идет сейчас в фирма отправила его в другом городе чтобы он пойти работать да так кто оплачивает именно все отель еду все оплачивает фирма почему оплачивает фирма потому что это все в интересах фирмы а он должен снимать сейчас с его зарплаты понятно то, что нет фирма заинтересована в этом это есть то заслуга которая говорится в нашем торе дорогие друзья заслуга которая дается здесь нам в этом мире то парнаса то благословление то рефуа то кроме всех представляем настолько хасад и любовь из Творца если бы мы понимали эти вещи дорогие друзья в наших истории посмотрим при всех сложных исторических времен которые еврейский народ пережил и человечество и бедность которая была все время наше мудрец мне кажется Сефер Хасидим пишет то что при всех вещах ты можешь посмотреть так как везде еврейский народ всегда жил намного больше чем нормальный средний как бы не еврей бедняк наш даже бедняк он намного больше живет чем бедняк от других народов средний человек от нас намного больше чем этот ты видишь только в этом руках даже в наше время но что это все для того чтобы могли исполнять заповеди нам нужно парноса да бедах не потому что это дается ради этого это как подарок дается нам как подарок никак не сравнивается абсолютно не берется от нашей митвы иногда не дай бог есть такой момент то что мы сейчас может быть придем это объяснить но основном идет так такое правление творца это дается как милосердие творца но не так как заслуга за наши действия наши заслуги действия это все будущее мире все будущее это наше продолжение мира из-за этого ни один ни одна сила в этом мире не мог никогда уничтожать еврейский дух никогда как было мне кажется история с тестем любопиского любопиского рэба последнего то что мне кажется хотели бы убивать во время советского союза он говорит убери меня ты мне ничего абсолютно не делаешь ты мне не можешь убивать ты не сможешь меня убивать что ты уже не убивает ты мою душу можешь убить это тебя вообще не касается это принадлежит творцу моей душе я буду вечно жить ты ничего не сможешь делать со мной люди были в шоке от его уверенности и силы и мощи которая была в этом человеке это то что мы живем евреи это есть то что мы делаем на этом мире дорогие друзья аааа сейчас будем спрашивать тогда почему же есть праведники которым плохо которые есть злодеи которые они делают какие-то вещи им хорошо это уже другой вопрос это уже другой вопрос это вопрос сам Тора тоже отвечает в конце Парашадва и Тхана Парашадва и Тхана в конце написано почему Творец действительно придет придет такое правление в этом мире основное правление дорогие друзья Творца и это есть на что идет вся абсолютная реальность еврей он получает мера за меру за все и весь человечество тоже основной именно надзор сейчас мы говорим про нас про Торути который идет человек делает доброту он получает схар он получает заслугу за это человек делает против Творца идет наказание против этого теперь как же сейчас мы не видим это все как же человек смотри он может делать пойти против Творца делать определенные вещи и он живется хорошо как же это работает как же эти все вещи сравнивать можно это все совместить дорогие друзья если бы мы получили бы здесь в этом мире не отходя от кассы сразу же отплату от Творца человек сделал доброе дело помог кому-то сразу же экзамен был отлично одел твилин чоп-чоп-чоп все отлично бизнес прошел отлично взял стаку отлично спасся сразу же был бы иногда мы видим эти правления явным образом как мы сейчас привыли в историю Ребякивы ее с ее дочкой и реальных историй до сегодняшнего дня и всех попадаем и мы видим нашими глазами как желание Творца проявляется здесь в нашей кожуре это мы все видим иногда есть правления которые скрываются это все мы не видим этих вещей им плохо хорошо как же это работает правление Творца как мы сказали дорогие друзья это есть и без никаких абсолютно это так и есть это основа нашей веры но но иногда может быть такой то что человек он делал какую-то вещь доброе дело и он злодей он идет по путям Творца и что происходит Творец хочет сейчас отдавать ему заслугу он хочет отдавать ему где место заслуги заслуга не в этом мире заслуга мягко сказать ты не можешь получить заслуга в этом мире заслуга в будущем мире так за что он сейчас придел в будущем мире и он что и он не будет получать и он будет получать за эту одну заслугу и за все добрые дела которые он делал за все злодейские вещи которые он делал И все-таки говорит нам Тора, то мы фрошу Тора, посмотрите, может быть такая реальность, что творец, не дай Бог, может отплатить людей, которые ненавидят именно Творца, ненавистикам Его, которые давко хотят против Творца делать что-то, делать против имена Него, против оможем на Него, или там плетя вон, или там разные как бы виды, то может быть такое, что Творец действительно дает ему заслугу за его действия, за то, что он делал, один двумецу, которые он делал, в этом мире отплачивает, и чтобы в конце концов, чтобы от него ничего не осталось. Я видел. И может быть, естественно, и такое направление, такое направление. И Рамбан на этом месте, дорогие друзья, объясняет четко и ясно то, что может быть такое то, что человек, который, не дай Бог, который полностью абсолютно ненавидит Творца. Шимаххишимбелакуту, который отрицает полностью реальность именно Творца. Эйна им сходкла. У них вообще не может быть какой-то заслуги. Но есть правление Творца, которое объясняет нашим и опять-таки это Мидраше, то, что ради трех вещей Творец продлевает свою ярость над людьми. Что, почему? Один из вещей, почему Творец может продлевать ярость свою в этом мире? Может быть, я не буду делать чугу? Он делает какую-то митцву, он хороший еврей, он мама же этот, но делает плохие вещи. Что такое? Ну что, Творец почему не дает сразу же наказание его по голове? Потому что он ждет, что он может делать чугу. И так были в истории. В нашем Танахе полно. Следующий момент. Шиасу митцву чаклышборхи шалэм с халэм баулам азэ. Ашем дает ему заслугу за какую-то заповедь, которую он делал в этом мире, что хочет отплатить ему. Или может быть, что от них выйдут какие-то праведники в будущем. Так как это мы видим насчет Ахаза, Хискияу, и видим про Мурдыха и то же самое. Да? И это может быть такой вещь. Может быть такое именно правление Творца. То, что Ашем продлевает именно свою ярость в этом мире. Ради именно этого. Да? Но не дай Бог говорит Рамбан, что может быть вообще именно такая реальность. Такая реальность. Не дай Бог то, что полностью абсолютно человек не против именно Творца и отрицает это все. Может быть даже у него говорит заслуги нет ни на что. Но человек, который есть заслуги и отплачивает, может быть разные его направления, разные именно причины, почему это может быть. и Аль-Шахадош, он приводит тоже Медраж, который говорит, то, что есть такое правление тоже Творца, то, что Творец не дает здесь в это время праведникам именно заслугу. В этом мире даже они очень плохо именно живут для того, чтобы в будущем их поколениях, их детей, у них чтобы было какую-то заслуга, чтобы вообще могли именно жить. Как мы видим это насчет Авраама, да, и наших прадцов. И есть именно такое тоже правление. Теперь, что? Цадыки им они получают на все в будущем мире. Но представляем, если мы бы получили бы сразу же здесь в этом мире все заслуги, не было бы вообще свободы выбора. Если бы евреи получили бы сразу же заслуги именно за то, что он делал, где же был бы тут свободы выбора? Что бы человек сказал бы? Это как бы человек, который работает в магазине. Пошел, заработал, вышел, взял свою зарплату. Почему ты должен работать? Потому что получил зарплату. Это есть. Где же был бы вот эта отдача ради именно Творца, делать желание именно Творца? Желание просто Творца, потому что он делал столько тебе доброту в этом мире. Он столько делал доброту твоим братцам, твоим детям, всем абсолютно. И настолько мы обязаны ему благодарность за то, что все вещи, которые он с нами делает. Не было бы этого всего. Не было бы митсва лишма, мы никогда не смогли бы достичь уровня, что мы делаем митсу во имя Творца. Нет, какой во имя Творца? В мои карманы я делаю митсу, если бы была бы сразу же оплата. Я хочу там. Какой во имя Творца? А сейчас есть у нас свобода выбора. Потому что делаешь митсу, ты доверяешь им на Творца. Ты доверяешь маме, что он тебе даст заслугу, без никаких абсолютно вопросов. И как Творец там именно четко, ясно именно говорит это, то, что доверчивый тот, кто тебе заповедовал эту вещь, что он будет оплачивать тебе. Но где он будет оплачивать? Здесь он будет оплачивать тебе. Он тебе отдаёт здесь тебе тоже молиться, что ошибки бы дал. Возможно, чтобы ты мог соблюдать заповеди. Но основное всё равно это там. Основное заслуга это там, дорогие друзья. Из-за этого хатов по хатову человек должен пойти быть хватчиком в этом мире. Захвачивать именно больше митсу. Захвачивать больше именно митсу. Я хочу закончить одну историю, которая опять-таки была с Хофицхаймом. Мы тут поймём невероятно большой именно ашлама, то, что называется полноценность именно той идеи, о которой мы сейчас здесь говорим. Пошёл к Хофицхайму один из один человек и говорит Ребе, Ребе, пожалуйста, благослови меня на парносу. Хофицхайм благословил ему на парносу. Реальная история. Проходит время, за это время произошла инфляция в стране. Приходит человек с маленькой коробкой и увидел Хофицхайм этого человека с маленькой коробкой и говорит, приходит к Хофицхайму. Ребе, большое спасибо за то, что мы благословили. Мамаш, ваша бреха просто это невероятно. Мамаш, я зарабатываю намного, намного больше. И Ашин благословляет меня. Всё вообще именно невероятно. Говорит ему Хофицхайм. Говорит ему, дорогой, я не понимаю. Я знал о тебе, только когда ты пришёл ко мне, чтобы получить благословление. Я знал, что ты продавал килограммами, стами килограммами, тонами ты продавал именно свои вещи. И сейчас ты стоишь маленьким и на коробке продаёшь пару килограмм своих вещей, и ты говоришь, что ты много разбогател и стал намного богаче, и моя благословление было хорошо. Говорит ему, Ребе, сейчас я вам объясню. Ребе говорит, когда раньше, когда пришёл к вам, чтобы получить благословление, тогда в стране было всё, всё было идеально. Никому ничего не было, нехватки. Я приходил, я покупал за 6 рублей что-то. И я не то, что за 10, не то, что за 9, не то, что за 8, за 7 рублей я еле продавал. У меня такой большой товар, и 1 рубль будет у меня заработок. Да, я продавал сотними килограммами и так далее, 100 тысяч, может быть, какие-то тонны продавал. Да, и нахинами, но заработок был очень маленький. Почему? Потому что была большая конкуренция. Ты не продашь за меня за 7, вот там продаются за 8. Не продашь за это, у тебя там плохой товар, чем у него, я пойду у него куплю. Так что мне как-то заработать нужно было это делать. Ребе говорит, сейчас настала, говорит, инфляция. Нету товара. Нету товара, я сейчас продаю меньше. И вот смотрите, я хожу в этом маленьком коробке, я покупаю за 3 рубля товар. Я продаю уже за 6, за 7, за 8 рублей. Я выигрываю 100% и больше плюс. Я больше именно выигрываю. Я продаю за 6, за 8 рублей. Почему? Потому что нету товара. И спрос очень большой. Я прихожу именно к клиентам. Он говорит мне уже, давай продай мне за 4. Он говорит, нет, у меня там другой, который покупает за 7. Хорошо, 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 дай мне за 8. Я куплю и умрет. Вот так работает время. Инфляция пошла на мой бой на пользу. Сказал Хофецхайм, ой-ой-ой. Сказал, говорит Хофецхайм, смотри, мой дорогой еврей, настолько великий вещь. Не только в материальном мире работает так, точно так же работает в духовном мире. Есть времена тогда, когда одна митцва, которую делает еврея здесь, в этом мире, у нее есть, да, заслуга, ценность, что-то. Но есть иногда митцва, которую человек делает во время инфляции, во время тогда, когда никто не хочет делать эти митцвот, тогда, когда мало народа тех, которые соблюдают шаббат, тогда мало народа, которые делают мизузу у себя во двери, когда мало тех, кто делает шма Исраиль каждый день, когда мало народа, которые кушают шаббат, кушают кашрут. В это время ты приходишь евреи и ты делаешь эту митцву. Знаешь, какая у тебя заслуга за это? Это время инфляции. Мы можем десятками и десятками тысяч намного больше твоя заслуга, чем человек, который делает во время рамбама, когда все соблюдали Тору Митцвот, тогда все изучали именно Тору, все было хорошо. Тогда, когда во время раши все знали все, все делали все заповеди. Во время Танаймия Мурам, во время Рабиуда Насы, во время Рабия Кивы и всех этих мудрецов, Певода и все делали именно заповеди, не было никаких вопросов. Но ты сейчас приходишь в это тяжелое время, в это время, когда, смотри, мало людей делает. Тогда сейчас делаешь эту митцву? Знаешь, какая-то митцва? Десятками тысяч раз больше твоей митцва, чем одна митцва, которую делали именно те поколения. Ашейнаматов Хелкену, дорогие друзья! Шастливый мы, еврейский народ! Шастливый мы, еврейский народ, что мы избраны от всех народов, что у нас есть Тора и заповеди, и любовь, которую Творец дал нам, еврейским народу. Невероятно! Невероятно! Настолько мы должны быть счастливы из того, что у нас есть митцва. Настолько мы должны радоваться и бегать и жаждовать именно каждую митцву, которую мы делаем. Шастливы есть мы, счастливы в наш удел, который нас ждет в этом мире и в будущем мире. Дай Бог, чтобы мы удостоились усиливаться именно больше соблюдения заповедей, понимания именно важности именно митцву, понятий настолько высоко, настолько большой любовь именно Творца есть, когда дает нам столько митцву, чтобы на каждом шаге мы, евреи, можем удостоиться митцву. Как, может быть, человек не видит это? Творец, он говорит, элементарную вещь ты делаешь так или так кушаешь. Мой дорогой еврей, я не хочу, чтобы ты просто так кушал. Я хочу, когда ты кушаешь, я буду засчитывать тебе митцву. Скажи Биркат Амазон, скажи Амоци, ты кушаешь anyway. Раб, который кушает, извините меня, он должен получить за это заслугу. Он должен кушать, потому что он не будет кушать, он умрет. Ты хочешь, евреи, изучай Тору, я буду тебя засчитывать anyway. Ты хочешь во время ходьбы кушать, я тебе дам на заслугу за это. А какую заслугу? Мы не можем даже себе представить. И, дорогие друзья, о какой времени идет речь, на что мы приходим через, именно в будущем мире, после прихода Машеха. Дорогие друзья, заслуги, которые мы делаем в это 70, 70, 80 лет, это вечность. Наши души будут жить вечно. Они не будут умереть. Мы понимаем, что это заслуга, которой мы будем наслаждаться нашими заповедями, которые мы делаем, и никто нас не может помочь, только мы с нашими руками. Вечность. 60-70 лет, это крошка именно в море, это ничего абсолютно. Вечно все цадыки, все будут собираться вместе и будем наслаждаться. Это наш Олам Аббай, это наш будущий, который ждет каждым еврейским праведником. И это из то 60-70 лет, которое было дано нам здесь. Это великий заслуга, который мы уже объяснили, настолько это высоко стоит. Мы есть в этом месте, в этом мире, чтобы мы могли удостоиться этого всего. Что мы делали во имя Творца, чем наши намерения будут святые, чем наши намерения будут прекрасны, чем наша заслуга тоже и будущий мир, и это мир, и будущего мира будет намного больше. Человек делает это из-за страха, это хорошо, делает это из-за любви намного больше. Человек делает это изначально, пусть он делает это из-за заслуги. Но есть уровни как бы тоже служения Творца. Человек делает это потому, что я делаю это твое желание, твое желание я делаю. И поводай то, что придет именно заслуга. Но это уже другая тема, к которой уже, если мы зайдем в это. Дай Бог, что мы достоин всех многих заповедей. Чтобы и наши молитвы были, Ашем удостою меня многих заповедей. Чтобы я достоился, чтобы у меня были возможности. Хоти доброту, Ашем тебе даст доброту. Хоти, делай, делать, хотеть именно добрые дела, Творец даст возможности, чтобы ты делал. Дай Бог, чтобы Ашем дал нам много возможностей. Чтобы достоинств этих вещей. Чтобы мы делали правильные намерения, в правильном месте. И чтобы Творец благословим всеми благословлениями. Пускай времени привез на Машеха, чтобы мы видели нашими глазами. Аминь, Кенни Радцам.